Теперь давайте проходить непосредственно гарт. Будем проходить гарт, сейчас зачимление мышц бедра. Итак, что мы делаем? Мы выставили защиту, выбираем одну из ног, не обязательно две ноги. Увеличим давление веса на бедро локтем. Что получилось? Его бедро находится между вашим бедром и локтем. За счет того, что идет защемление, гарт разбивается. Видно? Еще разочек. Но опять же, это я сейчас показал, что мы делаем одной рукой. Делаем мы это из защиты. Еще разочек. Кто хочет попробовать, чтобы понимать, что я делаю? Почему разбивается гарт, чтобы вы это понимали? Вот отсюда. Вызбило защиту. Да, пожалуйста. Опять же, он притягивает к себе, да? Но в это же время вы сближаетесь. Ну, гарт открывается, мы сейчас будем проходить гарт. Я не просто делаю защемление, это только полприема, даже меньше, чем полприема. Понятно, да, что получается? Очень неприятная штука. Итак, еще разочек. Даже при давлении его на миг, да, разбил. Первое, что я делаю, как только разрываю гарт, вот сейчас очень внимательно с этой стороны подойдите, будет работа ног. Будет работа ног. Вот здесь все будет видно. Итак, я разбил гарт. Первое, что я делаю, перевожу коледо через его бедро. Это первое. Вторым движением, в данном случае левой ноги, голеностоп, я буду переходить через его голеностоп. Обратили внимание? Защита, так же все, у меня руки остались на бедре. Еще разочек. Медленно. Раз. Вот такой замочек у меня будет в ногах. Для чего я это делаю? Если я вторую ногу не переведу, он возьмет защиту ее. Хотя бы одну ногу. Раз. И закрываете. Все. Здесь уже идет другой прием. То есть дальше я пройти уже не смогу. Понятно? Тут же идет закрытый. И чтобы этого не было, я его ввожу в защиту. Попробуй. Понятно? С этим ясно? Еще раз. Разбиваю. Раз. Ухожу от ног. Еще что? Почему колено близко к нему? Если колено будет широко, он рукой пойдет под колено и будет отакиваться. Атаковать вашу жену. Понятно? Чтобы этого не было, колено прижато к груди. Он не сможет контратаковать вашу ногу. Далее. Разбиваем. Тема. Разбиваем. Разбил. Ну, я сейчас не буду. Давид, ты. Разбили. Защита. И отсюда переходы. Первый переход. Идем на встречу через бедро. Ума. Первый переход. Второй переход. Отсюда. С забеганием. С вышаги. Чуть-чуть подальше можно? Отсюда. Выставляем руку. В голове. Можно сюда, как вам угодно. Но лучше в голове выстрелить руку. Шаг назад обязательно с контролем ноги. Для чего? Чтобы он не вымысил на вас. Да. Вот эта нога страхует меня. Понятно? Ножку к себе. Ваунд. Рычаг ловки. Сейчас нам не нужен рычаг ловки. Мы просто будем выходить в формаун. Два. Два варианта. Первый. Раз. Встречу. Раз. Зашагиванием. Ну и есть еще один вариант выход на север-юг. Когда выходим на север-юг, я сейчас обещаю. Разбил. Раз. Рука пошла, пытающая перешагнуть. И он выставляет ближнюю ногу защиту. Да. То есть преодолеть ее не получается невозможно. Мне нужно либо сюда повернуть, либо сюда. Все зависит от того, насколько у вас хватает время для борьбы, для ведения боя. Поэтому вместо ближней ноги, чтобы он к вам не свернулся. Задняя нога для страховки, а для того, чтобы он к вам не свернулся. Вместо ближней ноги, я вставляю голову вставляю. Как я это делаю? Первый идет рука. Нога назад. Голов внутрь. При этом правая рука проходит, видно, под шею соперника. Еще разочек. Сейчас сначала здесь покажу, и потом то, что происходит с моей правой рукой. Еще раз. Контроль. Контроль. Голова. Для чего голова? Опять же, чтобы он к вам не свернулся. Вот я его держу. Правая рука, под шеей, видно? И отсюда выставляю. Раз. Запекание. Завожу соперника на бок. Защиту. И возвращаюсь назад. Попробуем? Давайте. Теперь следующий раздел сегодня. Семинара. Стойка. Обоютный захват. Что такое обоюютный захват? Это захват соперника в вашей руке. И вы захватываете соперника в его же руку. В чем здесь прелесть этого приема? В том, что если соперник не держит вашу руку, все козыри у вас. Поэтому это единственная ваша возможность либо защититься, либо атаковать. Плотно держать захват. Как держится захват? Плечом я его предплечье прижимаю плотно к себе груди. Видно? Локтем. Ладоню. Беру за его плечо. Пальцы обязательно вместе. Не наружу. Объясню, почему не наружу. В перерезком давлении его на меня, плечом ко мне. Мне просто вылетает палец из сустава. И свое плечо, вложусь ему на плечо. Видно грудь. Вот это мой захват. Теперь мы разберем отсюда несколько позиций. Очень часто применяется передняя подсечка. Но очень многие делают ее неправильно. Почему неправильно? Передняя подсечка делается только в движении. И только тогда, когда соперник давит на вас. То есть на вас есть определенное давление. Поступательный. При этом вы отходите назад. Только в этом случае делается этот прием. Теперь разберем геометрию. Ноги соперника. Продолжаем линию. От пятки к пальцам проводим линию. От пятки к пальцам проводим линию. То, что внутри, это называется рабочий сектор. Чтобы произвести переднюю подсечку, вам нужно выйти из этого рабочего сектора. Соперника. Итак, в сторону от захвачиваемой руки. При давлении я должен выйти за сектор. Видно? При этом перенести центр тяжести на эту же ногу. То есть идет давление на меня. На меня. Я выхожу. Произвожу бросок. Что получается? Что получается? Еще разочек. Я перехожу в центр тяжести вниз. При этом мы помним условие. Рука плотно прижата ко мне, да? Падая на спину, разворачивающая рука переходит в такое положение. То есть он падает впереди меня. Рука плотно прижата. Вы помните? Я при падении разворачиваюсь. Тем самым я соперника заставляю вести вниз. При этом я падаю вниз. Не вперед ухожу, а именно вниз. Не даю сопернику сделать шаг вперед. А если он и будет делать шаг вперед, у меня для этого страховочная есть нога. Еще разочек. Сейчас не надо давления. Я сейчас искать. Покажу. Итак, вот отсюда. Делаю мах. И обязательно контроль. И отсюда уже. На болевой. Ну что, не знаешь? Водействие не включится. Еще разочек. Не всегда так получается. Не всегда. Соперник может стоять в жестком ногах. Может быть, там, вольник, кто угодно. Классник. Вот будет стоять, не будет на вас давления. Как спровоцировать это движение? Очень просто. Я плечом резко действую на него. Вот таким движением. При этом его плечо отходит назад. И он машинально будет восстанавливать свой статус вперед. Вот этим движением мы и будем пользоваться. Еще разочек. Статика. Полная статика. Нет возможности. Попробуем. Центр тяжести. Пример у нас одинаков под нами. То есть, ни туда, ни сюда не разводится. Обратите внимание, что я делаю. Внимание. Раз. Видно? Маленькое движение. Можно сделать это с шагом. Перехват за кисть. Видно? Ну, у нас, по-моему, не обязательно. Можно было. Еще раз. Еще раз. Внимание. Это только тогда, когда соперник не держит вашу руку. Далее. Отсюда много очень приемов, когда соперник не держит вашу руку. Относительно игры ног. Разбивая ноги, вы увеличиваете рабочую зону для броска. Я, допустим, подбив ногу, заставляю она идти назад. Бросок через спину. Можно сделать? Ну, согласитесь. Все для этой есть посылки. Руку вам не держат. Рабочая зона для броска большая. Бросаем не хочу. Перевод в партер мы с вами видели. Ну, может быть, вот такая еще игра, как с переводом в партер, к примеру. Также разворачиваюсь. Такая мельница небольшая. Она может быть как вперед, так и назад. Ну, и эпофеозно всего, допустим, что может быть, наверное, красивее. То же самое в плане, не говоря, когда соперник не держит ваши ноги. Разбиваем рабочую зону. Здесь есть такой бросочек интересный. Не каждый его применяет, хотя на самом деле можно было бы. Это как бы украшение любой борьбы. Разбивая ножки, какая играет. Вот такое движение. На сегодня все. Хвостик уберите. Сюда, перейдите, наверное, что он. Он рыжет, спел. Давай, Александр Иванович. Я как раз... Ну, его он сторганировал. Вот так, чтобы видно было Доргомилова. Сейчас, смотрите. Секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok